Привет, народ! Проведу небольшой такой обзор, ну если можно так сказать, обзор свободного эксперта, независимого эксперта. Lotus Pen. В России производится. Девушка взяла, через неделю вот такой подшипник полтора на четыре стоит на эксцентрике. Он у нее выпал, вывалился, она отправила по гарантии назад. И вот от падения, смотрю, точка. Сказали, что на место подшипник ставьте и работайте дальше. Она купила еще одну машинку. Сейчас вот на диагностике у меня эти обе машины. Смотрите, как они в работе, я вам ничего не могу сказать, потому что я уже давно не практикую тату. Вот, а по внутрянке, по начинке, по качеству изготовления деталей, вот сейчас, кому интересно, послушайте. Вот, значит, толкатель. Приближить можно? Прямо близко-близко. Я надеюсь, что камера сможет показать. Вот видны следы от напильника. Такое впечатление, что подгонка деталей производилась напильником. Вот свет, я буду надеяться, что оно покажет. Видно, что не ровно, видно, что напильником. То есть даже без увеличительного стекла. Это деталь и слайдер. Тоже, видите, шорканы следы. Буду надеяться, что камера покажет. Вот здесь грубые прям следы обдирки. То есть доводится все вручную. Я сперва подумал, что это Китай. Начал связываться с владелицей этой машинки. Она говорит, нет, это российский производитель. Не знаю, кто ребята производит. И, ну, мне все равно, кто производит. Машинка аналог Сиона. Только в уменьшенном виде. В уменьшенном масштабе. Я считаю, что полтора на четыре подшипника вот здесь на эксцентрике слабоват. Плюс ко всему, то ли они не клеят их, то ли, ну, короче, на одной машинке слетает. И на второй такая же проблема. То есть, где эксцентрик у нас? Где-то здесь. В общем, вот эти подшипники спадают. Здесь без натяга сидят. Как бы не так, как у Сиона. Подшипники нормально. Они там никуда не деваются из корпуса. То есть, вот эти подшипники, я думаю, что будут работать. Вот этот не работает. Осевой люфт достаточно. Даже без измерительного инструмента. На одной из машин видно, да, пляшет. Но это поправимо. Двигатель стоит. Фау Хаббер, Германия. Двигатель не на подшипниках, на втулках. 12-ти вольтовый. Ну, не знаю, отзывы не насобирал еще про этот аппарат. Насколько долго мотор работает, тоже ничего не могу сказать. Но, однозначно, мотор, упрощенная она версия, не очень дорогой. Ну, средней ценовой категории. Но Фау Хаббер. Это не может не радовать. Почему-то здесь мотор выпал. То есть, он, по идее, должен вклеиваться. Но, когда я раскрутил этот самый кожух вот этого мотора, выкрутил из корпуса, то двигатель у нас достался. Вот. Материалы, вот смотрите, у этой машины, у этой, вот, ну, по цвету, вы сразу, наверное, догадаетесь, разные используются. Видимо, модель еще сырая, что-то экспериментируется, что-то подбирается, что-то меняется. По чертежу там досмотрел небольшие отличия. То есть, ну, наверное, она до такой степени сырая, что пока еще в процессе, вот, достижения максимального качества, наверное, я так думаю. Вот. Нету пружины, в отличие от Xeon'а и от прочих машинок, от остальных. Вот здесь у Xeon'а стоит пружинка, которая упирается вот туда в корпус, которая часто ломается, как владельцы Xeon'а могут знать. И кто-то даже испытал это на своей машинке, лопнула пружинка. Здесь пружинки нету. То есть, если картридж не установлен, то машина, по идее, у нас тарахтеть должна, работать шумно. Ставим картридж, шум должен, машина должна прекратить тарахтеть. Как работают эти машины? Ну, есть у них шум. Ну, почему они и попали ко мне на диагностику, на ремонт. Значит, изготовим новые вот эти детальки, сделаем чертежик, слайдер и толкатель. Я бы здесь уменьшил площадь трения, сильно большая, как-то, ну, в общем, когда будет рисоваться чертеж, создаваться, тогда внесем какие-то коррективы и, скажем так, попробуем в работе, как себя покажут наши изменения в чертеже. Ну, я думаю, наверное, я все сказал. Машиночка маленькая. В отличие от современных, вот лежит пьюбо машинка, да, по диаметру. По диаметру они практически одинаковые, да. Ну, то есть, такой себе маленький пенчик. Думаю, что для перманентного макияжа габарит, ну, имеет какое-то значение. Я думаю, что ею работать удобно, ввиду того, что она небольшая в диаметре. Ну, наверное, я все сказал, свое мнение. А, вот по поводу еще RSA. На вид, на вид, я не знаю, кто производитель, не буду я выклеивать и доставать. Но на вид, по-моему, как-то чуть-чуть дешево он смотрится. Не скажу точно, какого производителя установлен RSA, как он в работе, долговечен или недолговечен. Но на вид он, как бы, чуть-чуть так удешевлен. Ну, наверное, все на этой ноте. Вот такой вот мы имеем пенчик. Так что, кому интересен такой обзор, ставим лайки, подписываемся. Всем пока, всем километры кожи.